Здравствуйте, дорогие коллеги! Вот и настало время нашей третьей встречи, нашей последней встречи. Как я и обещал, сегодня я буду рассказывать о музыке XX века. Конечно, музыка XX века – это настолько огромнейший пласт. Здесь можно говорить бесконечно и выделить и Прокофьева, и Шостаковича, и Штокхаузена, и Шонберга, и Веберна, то есть Нововецкую школу, появление новых разных техник, и серийной техники, и додокафонии, и очень масса всего. И, конечно же, среди всего этого обилия очень легко потеряться. Поэтому сегодняшний разговор я бы хотел сосредоточить именно на Прокофьеве. У нас такие три лекции вышли под таким как бы негласным названием «Дух, Душа и Тело». Дух – это Бах, Душа – это Шопен. И вот сегодня поговорим о теле, о Прокофьеве. Я хочу вначале разобрать сарказмы Прокофьева, пять сарказмов. Потом проведу урок со своим учеником, мы посмотрим седьмую сонату Прокофьева. И в конце будет маленькое приложение. Все, что не вошло в три наши встречи, я сделаю такое маленькое приложение из упражнений, которые я обычно практикую и прививаю своим ученикам. Почему я выбрал именно Прокофьева? Ну, во-первых, потому что, наверное, мы чаще всего его играем, больше всего играем. Я тоже очень достаточно много его играю. И так как, наверное, эта музыка больше всего отражает тенденции XX века. Эта музыка достаточно смелая. Написана она в XII-XIV году. И, в общем-то, своего рода как бы вызов Прокофьева тому устрою, который уже сложился, то есть такого как бы рахманиновского, чайковского склада. Вот так вот музыканты были того времени. И все связано было, конечно же, с гармонией, с мелодией. То есть стоит только вспомнить мелодии Чайковского. И понятно, сколько сарказмы Прокофьева вообще совершенно не вписываются в эту колею. И это было настолько ново, необычно, смело, дерзко, что юный Прокофьев, в общем-то, ну вот как говорят о нем, что он смело ворвался в XX столетие. И вот как раз его сарказмы – это одно из таких вот ярких сочинений. К сарказмам я пришел не так сразу и не так легко, как, может быть, кому-то это дается. Самый первый мой опыт связан еще с консерваторским прохождением этого цикла. И, честно говоря, я очень от него брыкался. Брыкался до самой последней степени, как только мог. Потому что, конечно же, что я люблю – Шопена, Шопена, еще раз Шопена. А такую музыку играть мне просто было страшно. Ну, я человек миролюбивый, и играть сарказмы, играть зло – это совершенно не для меня. И если бы моя учительница в консерватории все-таки до самого конца не настояла, наверное, я бы очень долгое потерял. Потому что, конечно, это была какая-то ломка определенная. Перешагнуть пришлось через селя. Но вот эта ломка, она потом дала огромнейшее ощущение, ощущение такой какой-то большей свободы. Потому что чем больше образов ты можешь через себя пропустить, тем ты богаче. И это совершенно противоположное тому, что я привык, в общем-то, играть, мыслить, слушать, чувствовать. И эта музыка, конечно, вызывала огромнейший диссонанс. И вот через какой-то период, когда уже выучился текст, уже шла работа над образами, вдруг открылась совершенно иная грань. Вот для меня это было открытие. И когда позже, уже несколько лет спустя, мне было страшно играть позднего Скрябина, вот я уже легче перешагнул через какой-то барьер. И поздний Скрябин, как и такой Прокофьев, стали, в общем-то, практически основой моего репертура. Как и Шопен, собственно. Поэтому эти сарказмы, мы, кстати, очень часто их проходим в классе. Я их тоже достаточно часто играю. И вот что я бы хотел подчеркнуть, что пускай эта музыка, она, в общем-то, она абстрактно написана. К ней программа сохранилась лишь к пятому сарказму, что я позже прочту. То есть, несмотря на эту абстрактность, все равно образность, она субъективна, она внутренне зашифрована. И каждый раз, возвращаясь либо сам, либо с учениками, у нас всегда получается какой-то новый вариант. Что-то новое открывается в этой музыке. То есть, в этом, собственно, и есть задача в любой музыке докопаться до образа. Потому что, не нарушая святости авторского текста, за каждым значком, за каждым обозначением все равно есть тот скрытый пласт, который музыкант обязан его прочесть, прочитать, раскрыть и уже передать, естественно, слушателям. Потому что, иначе, любое формальное исполнение, ну, даже если пусть самое совершенное, оно не доставит удовольствия слушателю и, наверное, быстро заботится. То есть, чем сильнее сила погружения в образ произведения, тем и сильнее воздействие к музыке. И поэтому, даже в такой музыке, тем более в такой музыке, нужно найти некоторую какую-то общую целостную картину. Для начала я бы хотел, чтобы вы прослушали этот цикл в моем исполнении. Запись с диска 2009 года. Это как раз практически то время, когда я их выучил и записал на компакт-диск. Итак, пять сарказмов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА